Чудовище Приобрела я этот дом в 2021 году у физлица Заболоцкого Любовь Николаевна. Мы этот дом взяли в ипотеку. Современные отделочные материалы позволяют из любой развалюхи сделать дом-конфетку. Екатерина была очарована белоснежным сайдингом на стенах, достойным ремонтом внутри, теплым гаражом, витражными окнами, бассейном. Но больше всего ей понравилась цена. О том, что необходимо перед покупкой провести экспертную оценку состояния дома, в голову ей, конечно же, не пришло. Хотя дом начинается не с красивых дверей, а с фундамента. Впрочем, у нас практически никто не приглашает экспертов. Люди привыкли верить на слово. После подписания договора продавец попросила покупателя повременить с переездом на пару месяцев, сославшись на достройку собственного дома. Вместе с ней проживал супруг, который и является тем самым застройщиком, хорошо знавшим все проблемы этого строения. Но предупреждать о чем-то Екатерину Соловчук он, разумеется, не стал. Недостатки были какие-то... Дуло очень сильно по полу. На кухне под окном тоже дуло. И со стены не из окна, а вот со стен. Мы начали, когда поднимать полы на кухне, чтобы поставить кухонный гарнитур, подняли линолеум, там была плесень. На ОСП плесень, на линолеуме плесень. И у меня ребенок попал в больницу в реанимацию с инфекцией легких. Я обратилась в строительную организацию, Острю Сити, чтобы мне сделали ремонт в доме. Когда приехали специалисты для осмотра дома, для осмотра, так сказать, площади, объема работ, сказали, что нужна экспертиза дома. Потому что дом ходит, дом вводит, дом еще не устоялся. Вызвали экспертную организацию. И когда сняли сайдинг и утеплитель дома, обнаружили сквозные трещины. Эксперты пояснили, что постройка установлена на одном старом фундаменте с соседним домом. Да и фундаментом это назвать сложно. Узкая ленточка бетона на голой земле. Отсюда, в зависимости от времени года, весь дом и плавает. Когда организация приехала делать демонтаж сайдинга и утеплителя, то строители мне сказали, что у вас в основном дом держится на сайдинге и на поперечинах, на которые он крепится. Сейчас дом рассыпается. Ни о каком косметическом ремонте речи не идет. Только капитальный. И начинать нужно с фундамента. Стоимость работы чуть меньше. Стоимость, собственно, всего дома с постройками. Сделали экспертизу. Подали в суд на бывшего владелица дома для восстановления затрат на капитальный ремонт дома. И на сколько они ценили ее? По нашей экспертизе 5 миллионов. Бывшая владелица сама лично на связь с ней выходила. Приезжал ее сын на экспертизу с юристом. И в последующей встрече, когда уже экспертиза была готова, представитель, бывшего владельца, она сказала, что вы же понимаете, что она пенсионерка, и вы с нее ничего не догоните. Решающее слово за судом и делает и не быстрое. Пока на руках не будет решения, утеплять дом просто нельзя, да и, по сути, бессмысленно. Более того, поскольку дом в ипотеке, все последующие действия по восстановлению необходимо будет согласовывать с банком. У Екатерины даже двери открываются по сезону. В одни войти можно только летом. Когда дом начинает плыть, приходится пользоваться другим входом. Возведение частных домов в Забайкале часто ведется людьми далекими от стройки, не знающими или не соблюдающими всех норм и правил. На каждый этап строительства, например, мы приезжаем, ну и в процессе там можно приехать, посмотреть, что там делают строители. А так вот поэтапно принимать. Пока этот этап, например, фундаменты не принял, не строить дальше, а то в основном у всех фундаменты лопаются. Действительно, даже сейчас, несмотря на холод, некоторые предприимчивые застройщики готовят фундаменты для того, чтобы продолжать стройки весной. Поэтому прежде чем купить недвижимость, надо хорошо посмотреть, желательно с экспертами. В области строительства конфетка ли внутри красивой обертки, надежный это дом или проблемный. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Ирина Тимофеева, Иван Дементьев, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова